Всем привет! Я сегодня просепарировала молоко для клиентов И сейчас, чтобы не мешался сепаратор, я на этом же столе буду варить сыр, приглашаю вас посмотреть После сепарации сепаратора, естественно, нужно мыть Когда он нагревшийся и горячий, вот этот барабан плохо снимается, поэтому я всегда даю ему остать И лишь затем отправляю в мольку Здесь же у меня стоит на готове сыр, это будет свежий сыр, но тот, который продают на базаре в качестве свежего То есть делаем с густых, молоко здесь 30% обратно и 70% свежего, потому что свежее очень жирное, очень И с сепаратора, можно сказать, течет практически масло Настает почему-то такой момент, когда вроде бы ты и сепаратор не трогаешь, колесико не крутишь, а сметана течет более густая Я вчера уже делала сыр, и у меня вот здесь выдержанный сыр, он стоит в рассоле, мы его сейчас будем убирать в холодильник Эту массу я буду подогревать, потому что такой вот расползающийся сыр лично мне не нравится У меня из усовершенствований в моей сыроварне я сюда принесла газовую плитку Теперь она у меня стоит вот здесь, я сделала это специально, потому что неудобно, неудобно на электрической, потому что у нее вот эти тены Получается, что дно кастрюли подгорает, ну то есть понятно, что молоко как бы потом имеет привкус горелого И вот на эту плитку мне пришлось купить вот такой рассекатель, стоит 150 рублей в хозяйственном магазине, вот поближе, видите, вот такой круг с дырками Почему я это сделала? Потому что работает она у меня от газ-баллона, но вообще такой у нее такой странный От природного газа я такого не помню, чтобы было Плитка простейшая, видите, как горит, ну куда это? И вот так по этому И вот сюда рассекатель И поставлю наш сыр, для того, чтобы масса немножко подогрелась Будем ее вымешивать, как всегда Поступаю с сыром Вот эта подставка железная, которую вы видите, в которую задвинута плитка Это на самом деле пчеловодческий инвентарь На такой подставке греют фляги, если нужно что-то подогреть, либо расплавить воск Ну потому что вот такие дохлые плитки, которые сейчас выпускаются нашей промышленностью Они не выдержат фляга 50-килограммовый, их просто-напросто раздавят И поэтому люди выходят из положения следующим образом Они варят вот этот стальной такой каркас Либо из какого-то такого крепкого уголка Для того, чтобы туда просто вставлялась плитка Она просто вставляется туда И как бы не берет на себя никакую нагрузку К ней просто подключен газ Ну то есть вы поняли, она служит как бы горелкой Вот, смотрите поближе, эта конструкция выглядит вот так Такая болта у меня, оказывается, тут газ не идет И кроме того, представляете, выключили свет опять Эти электрики, эти электросети задолбали У нас такое происходит постоянно, постоянно Вот за последнюю неделю, наверное, уже третий раз без всякого предупреждения Вот это все гасится Ну понятно, что без света ничего снимать невозможно Сейчас заведем генератор, если мы его заведем, то продолжим А сыр я не могу выключить, сейчас буду варить вот так, как видите Ой, ну это вообще кошмар Не, ну это вообще, конечно, пока генератор заведется, но все же это нужно время Вот так А почему я не могу бросить сейчас варить сыр, я вам объясню Потому что закиснет Закиснет сгусток, я его порезала Сейчас пока он будет стоять, он у меня и так уже довольно длительное время постоял В общем, его сейчас нужно мешать и вываливать, иначе сыр мы в результате получим кислый Ну понятно, что вот при таком как бы расположении снимать мне будет неудобно Поэтому камеру-то я выключаю Ну или смотрите Нет, друзья, я посмотрела, даже прикольно получается Ну вот буду стоять вот так мешать На самом деле неудобно, конечно, вот эта фляга, получается, вернее, вот эта вот кастрюля, получается, стоит сильно высоко Я ее поставила для того, чтобы было видно Вчера, когда я варила сыр, я ставила, я его варила во флягах, сразу во фляге и в большой кастрюле Естественно, вот этот подмост, его было неудобно ставить И я просто эту плитку, уже видите, она предназначена для того, чтобы она стояла на какой-то ровной поверхности Вот И я ее поставила просто на цемент, села рядом, у меня здесь табуреточка И таким образом сварила сыр, нормально сидела рядом и мешала Здесь у меня в интернете, ой, здесь у меня в сыроварне нет интернета Скучно без него, конечно Давай нагревайся Через рассекатель, и так как кастрюля стоит довольно высоко над огнем Не знаю, почему так сделали высоко, мне кажется, что много тепла уходит зря Медленно нагревается Сейчас мы чуть-чуть подогреем, чтобы зерно чуть-чуть как бы укрепилось Было не таким мягким, не расплывалось в форме Вот, и сделаем такой домашний мягкий сыр Тот самый, который продается на базаре, который называется брынзой Если сейчас его варить из цельного молока Он будет сильно жирный Вкусный, но сильно жирный Прямо как творожный сырок У меня вот здесь в кастрюле, который стоит перед камерой Я же вам говорила, что стоит вот тот самый сыр, он уже просолился Который я варила вчера, про который я вам говорила только что Вот здесь стоит каймак, я его достала из холодильника для того, чтобы разложить по контейнерам Творог обезжиренный и кислый Это сейчас тоже разложу то, что мне заказали А потом остальное уберу в холодильник Ну то есть да, завтра среда развозочный день И поэтому я вот занимаюсь Готовлю именно то, что мне скинули на заказ Кстати говоря, муж у меня как раз в это время дробил Так что он сейчас, скорее всего, подключит генератор Потому что дробилка не работает, ничего не работает Мы в деревне без электричества, ну вообще как без рук Потому что без электричества не работает ни один прибор Вообще ничего А где маленькие пакетики? Маленькие пакетики? На, ты зачем А свет нету Ты что, не заметила, что свет нет? Вообще нет никакого И компьютер вырубился Опять? Опять, да, опять Вот опять нет свет Так что вот У нас же все приборы работают на электричестве Но не только у нас Вообще современное человечество Сейчас, не дай бог, убери вот это вот Наше движение электронов по проводам И все Мы все загнемся, мы все сгинем Это сто процентов Чтобы вам не было скучно Пока я тут стою и варю сыр В такой супер романтической обстановке Что я вам могу сказать Вот это нововведение мое Когда я притащила сюда плитку И фляги теперь не таскаю в дом Для того, чтобы греть на творог и так далее Это очень удобно Мне осталось здесь еще сделать одну перемену Вот эта ванна, которая стоит вот здесь И в которой я мою посуду Фляги и так далее В общем, мне не нравится Дело в том, что у нее слив идет Не трубой выходит сразу как бы в сливную яму А растекается под ванной Потому что вот с пола, который вот здесь в сыроварне Здесь тоже есть сток И он тоже как бы туда растекается Ну, в общем, получается, что вот эта вся молочная каша Которая здесь же разливается молоко Там творог бывает сыпется Ну, в общем, вы сами понимаете Молоко, оно и есть молоко Оно растекается под ванной И я не могу его оттуда вытащить То есть, докуда я могу Вот здесь есть щель, я убираю Но под ванной убрать нет никакой возможности Поэтому мы ее просто-напросто выкинем Мы ее отсюда вытащим совсем И здесь будет такое Ну, то есть, здесь, понимаете Здесь заложена такая чугунная Ну, то есть, понимаете Ну, то есть, здесь, по идее, выложена из кирпича Такая кирпичная бетонная ванна Бетонная, в которую мы поставили сверху вот эту эмалированную Эмалированную выкинем Останется вот такое вот бетонное, как бы Оно как бассейн И туда я буду ставить тазы Либо какие-то коры В общем, буду пользоваться вот так Потому что это... Нет, мне не нравится Это очень неудобно Очень неудобно, потому что, еще раз говорю Все это дело не промывается Вы знаете, к этому рассекателю надо привыкнуть Я вот используюсь им второй раз Я сегодня кипятила на нем сливки И еще обратила внимание, что это происходит очень долго Наверное, все-таки нужно такой побольше огонь делать Для того, чтобы нагревался посильнее Потому что очень медленно Я просто сравниваю, что если бы у меня вот эта кострина стояла на обычной плите Без рассекателя, она бы уже нагрелась Не, ну вообще, конечно, ситуация интересная Сейчас будем раскладывать каймак Что-то не включает мне ничего Света нету Домой в кухню, чтобы все это разложить Я не потащу Не хочу У меня здесь прекрасно видно Другое дело, что не очень хорошо видно на камеру Раскладываем каймак вот по таким контейнерам Вот эту красивую пенку коричневую Нужно стараться вот так вообще размазывать по стенке Для того, чтобы было видно А здесь? Здесь не будешь генератор заводить? А? Генератор не будешь заводить? Ну, может, это самое Может, дадут, думаешь? Я там смотрю, там Я думал, ты там на велике, а кто там на велике? Нет, не я, не знаю Зачем поеду на велике? Типа, что ли, какие-то отошли туда-то на велике? Да это татьяна на велике телят собирает Так что вот так, дорогие друзья Вот такие приходится нам преодолевать Каймак у меня густой, очень густой Прям практически сливочное масло Вообще он должен быть, конечно, пожиже Но я еще раз говорю С этим молоком сейчас не угадаешь Настолько жирное Я вам еще раз говорю Что я и сепаратор не кручу Тем не менее, получается вот такое Сильно густое Как мягкое масло Конечно, все это должно быть немного пожиже Когда немного пожиже, оно и вкуснее И выгоднее Для нас, во всяком случае, точно После того, как я разложила каймак по контейнерам Я каждый контейнер ставлю в отдельный пакет Почем так же я поступаю со сметаной Сметаной в наших местах называют сливки Следующий на очереди сыр Который мы только что варили Сейчас будем выкладывать его в форму Вы скажете Ой, занимается ерундой человек Отнеси вот это все домой Поставь в кухню Там окна, там светло И все это сделаешь как бы при свете дня Не хочу Вся моя молочка Вот здесь, в этом помещении Забетонированном Многие спрашивают Какая его площадь Я не знаю Наверное, метров 7 квадратных Сейчас мы займемся Зерно у нас нормальной густоты К сожалению, ничего не видно Сейчас мы его выложим А я не знаю, стоит ли браковать видео Из-за того, что здесь нет света И я как бы снимаю все это Ну понятно, что без света плохо видно Но с другой стороны, вы знаете А вот такие, да, вот так бывают Вот такие приходится нам преодолевать трудности Чтобы произвести молочку Никуда от этого не делается Вот так взяли беру для света Никому это не интересно Что у нас в этот момент стоят Рекубатора Что-то может быть Работы, глади морозильные Они просто вырубают Вот так без предупреждения И все Сколько у меня было случаев Когда вот это инкубационное яйцо попадало Это сейчас мы купили генератор Но это вот прям буквально Он у нас всего-навсего Там будет А до этого Мне просто пришлось отказаться от инкубирования Потому что у нас вот такие проблемы со светом Постоянно Как только начинается весна У нас ветра И начинает вот этот приключаться свистопляск С отключением электричества То рвутся провода То еще какие-нибудь проблемы начинаются Ну как то, что После того, как несколько лет назад у меня В инкубаторе пропала одна партия яиц Потом вторая Свет, газ за 21 день в течение 7 раз Причем газ он На продолжительное время До 7 часов Ну естественно яйца у меня Все попропали Смотри, как хорошо стекает сыворотка На моей новой плитке Хорошо вымесилось зерно Нормально Вообще не киснет Хороший гонок сывороток Для того, чтобы он дальше не закисал Он не глядя на то, что у меня он как бы простейший Я не пастеризовала молоко Просто свежездойное Смешал еще раз говорю Треть обратно Две трети цельного даже Наверное, поменьше цельного Вообще не скрипучий Шикарно Сейчас же не за жирностью в конце лета Отлично получилось Ну так вот Смешал, а да Я добавила все-таки закраски термофильные Не для вкуса сыра Смотрите, как хорошо Влага отходит Ну то есть зерно То, что надо Сейчас постоит минут 10 И мы будем переворачивать А этот вот сыр Который я делала вчера Кстати Он не должен стоять в кастрюле Он уже просалился Он просалился там Целую ночь И вот сейчас у нас уже 3 часа То есть вот сейчас он чуть стечет Я его поставлю стекать И прям вот так Прям вот так Вот еще раз говорю Чем хорошо Чем хорошо мне здесь Тем, что здесь можно лить Куда угодно Как угодно Здесь есть еще один Этот сыр должен уехать в Нурманск Смотрите, какие красавчики Но потом, когда свет все-таки у нас, я надеюсь, включит Я вам покажу все это поближе И как бы вы рассмотрите все это Получше Вот его тоже надо положить Чтобы он стекал Ну так вот Чтобы вот это вот все не закисало По идее он должен стекать в холодильнике О! Здрасте, дорогие товарищи Дорогие товарищи, здравствуйте Ну согласитесь, что при свете гораздо лучше Я ничего не буду перезаписывать Я надеюсь, что вы не сбежали Пока я тут рассказывала вам сказки при фонаре Смотрите, какой сыр Вот теперь я его поставлю в свой аптечный холодильник Для того, чтобы он там Сейчас как только влага с него чуть стечет Поставлю на решетку На полке решетчатый Он там замечательно обсыхает Может быть, вам стало слышно, когда сейчас свет дали вот такой вот это включились вентиляторы холодильнике обсыхает вообще коса так это положено сюда это сюда а вот этот наш самый свежий сыр я сейчас переверну форме и поставлю в холодильник пусть стекает там для того чтобы он не закисал можно в принципе час когда он начнет стекать можно его сверху посыпать солью знаете для чего соль она ускоряет выделение вот этой влаги из сыра и плюс ко всему он начнет просаливаться можно сделать так если вам надо прям срочно но я думаю что я поставлю в холодильник и когда он стечет я на завтра чтобы это все было быстрее обсыплю его солью он все равно просолится за ночь будет нормально я просто так уже делала что это будет да и можно перевернуть он уже держит очень мягкий саму форму держит никак я его прессовать не буду я думаю что он примет форму сам так ну потекла сыворотка 3 тегур железное стало ничего страшного можно потом конечно какой-то поставить здесь у меня сметана кипяченая мы сейчас также возможно по контейнеру и поставим в холодильник я заметил что когда кипяченую сметану оставляешь без крышки на ней сверху образуется такая корочка то есть накрывать после того как вы ее закипятили за это многие спрашивают а что такое кипяченая сметана сливки сливки кипяченые просто кипятите также как обычную жидкость как воду после сепаратора поставил на огонь довел покипение и все в теплых состояниях вот такая потом застынет будет такая же как каймак может чуть погуще пожиже то есть потому что я все-таки открутил гаечку мешать обязательно знаете почему потому что наверх всплывает весь жир и получается что верхние слои сливок более жирные чем нижние поэтому перемешиваем потом выливаем кипяченой сметане на дне вот остаются но она же все равно к даже молоко оно пришкваривается к донышку и остаются вот такие вот коричневые штуки то есть подгоревшие сметану тоже подгоревшие поджаренные ни туда ни сюда осталось откуда ее да еще горячая сметана когда наливаешь в контейнер она потом оседает бывает нальешь контейнер полный закроешь крышкой а потом когда он остынет смотришь а там уменьшилось такое чувство что ты не долил потому что вот сметана во всяком случае сливки здорово оседают я вам серьезно говоря мне сегодня для клиентов нужно сделать масло сливочное а я еще даже не ставят сливки в холодильник смысле в морозильку так так ну вот стоит каймак тут вкусняхи лежат это вот сыр который никак не уедет в подмосковье я ведь его разрезала пополам лучше у нас там непонятки получились заказчиком сначала я про нее забыла потом она не давала мне адреса я очень засомневалась в этом сыре потому что он уже лежал упакованный уже в посылке в комнате лежал и я смотрю у него на корке вот здесь понимаете стали образовываться если раньше был гладкий то смотрю здесь начали появляться дыры я перепугалась думаю ничего себе в общем я его порезала чтобы посмотреть думаю ну все испортился сыр начал его кучить хотя молоко у меня здесь пастеризованное когда же я его разрезала оказывается смотрите какие дыры у него без пропионки ну просто жарко сейчас и в комнате в общем началось брожение вот это вот естественно его порезала половину мы съели сразу же он очень вкусный очень вот это положила в холодильник теперь его нужно хранить в холодильнике естественно также никакого брожения нет это нормальное явление для сыра ведь он не заплесл ничего с ним такого не случилось просто в нем начали образовываться дыры получается что я поменяла ему режим хранения до этого он зрел вот в этом холодильнике вот в этом я же говорю он аптечный сейчас я дверь открыл 19 градусов здесь а так вообще здесь 6 7 градусов здесь сливки кипяченые это сметана который мы только что налили это еще одна сметана это топленая масса такая баночка стоит 420 рублей здесь вот мой копченый сыр лежит тоже никто как-то не ест так ну и вот смотрите вот тут сын который я сделал только что вот стоит внизу тарелка в которой стекает сыворотка ведь все стечет я его потом еще раз переверну посолю и все и нам осталось завесить творог и в принципе все готово я сейчас уберу этот сыр в холодильник но перед этим я хочу посмотреть что же у нас все-таки получилось мне интересно какое у нас сырное тело о смотрим без дыр вот этот сыр у нас без дыр я к этому в принципе и стремился чтобы сыр был без дыр хочется убедиться потому что прессом я не пользуюсь у меня нет нормального пресса чтобы он не нравился нет дырки нет практически он сейчас еще уплотнится подсохнет если хранение не подкачает то в омску едет замечательно вкусный сыр тардец сыр поплотнее за счет заквасок очень вкусно это хорошо это хорошо прячем в холодильник пусть там обсыхает и займемся творогом друзья какой же все таки вкусный сыр получился просто просто правда очень вкусно так ничего не упадет здесь у меня два вида творога вот здесь обезжиренный а здесь жирный я сейчас расфасую его немножко с запасом потому что ты вот не очень-то беру я по этому говорила можно сказать что в рост свой продукт у нас народ творог не хочет есть кальций лучше они купят кальций для треникомет а мне между прочим хирург когда у меня сын ломал ногу так вот хирург сказал что кальций для треникомет усваивается хуже чем обычный творог то есть человек особенно с таким проблемой должен есть творог а не пить таблетки но у нас народу их не объяснишь не хотят в общем так чтобы потом разобраться где у меня жирный творог а где полужирный его хотя и можно отключить процеду когда клиента приезжаешь надо быстрее быстрее я их по-разному завязываю жирный завязываю на узелок они жирные на банке мне творог нравится накладывать пакетом потому что конечно лопатка вылезу меня здесь вот так берешь кладешь и получается просто замечательно вот как видите у меня такой нерассыпчатый потому что его еще никто не раскрошил как достали с мешка крупными тонками я уже говорила что если творог комковатый то это хорошо во всяком случае видно что он свежий кладу я все время с походу здесь килом 40 грамм завязываем на бантик чтобы не закупаться и так же кладем в холодильник вот такие бастики ставим я кстати уже пробовала потому что многие любят что он совсем пресный понимаете вообще не именно поэтому мои свиньи и птица очень часто доедают его клиентам не нравится на запеканку просто прелесть когда у меня есть лишнее я стараюсь брать лишнее потому что ну бывает что хотя все подходят люди те которые заказали бывает что идут мимо и видят что стоит машина торгуют молочкой и раз берут либо те кто подошел говорят ой у вас нет там загрузим то есть когда есть берут здесь кому 55 55 грамм лишних вот таким образом творог сохраняю в холодильнике творог сохраняем в морозилке сейчас 5 килограмм на фасон потом несколько не заказывать возьму с собой те больше а иначе никак больше больше вариантов нет а а пакетики поставим в холодильник если хотим чтобы все это не записала можно сунуть их в морозилку ну то есть понимаете для резкого такого охлаждения ну не до той степени чтобы он там замерз а потом как он начнет там чуть подмерзать достаем оттуда и кладем в обычный холодильник или у тебя получше хранится я имею ввиду когда ты с мешка достал и чувствуешь что он перекисает или вот лежит например долго он же творог в холодильнике 2-3 дня и все он начинает оскользать там же натуральный продукт люди спрашивают а почему творог в холодильнике и подолго не лежит почему он культуральный бактерии тем более он сделан таким сырым способом то есть его никто не пастеризовал молоко просепарировали после этого поставили его в теплое место оно молоко на простокрашу вот он творог поближе это жирный это вот обезжиренный ведь на его видном разный жирный творог более пластичным он чувствует что он жирный он осел на простоквашу простокваша потом скисла мы чуть отварили посмотрели для того чтобы лучше оправился и все и у нас получился творог видите вот этот узелок таким образом поэтому естественно так как бактерий тут полно конечно они испортят творог через 2-3 дня поэтому есть его нужно сразу если хотим сохранить здесь жирный творог из двух разных партий из двух мешков естественно разный на вкус невозможно в домашних условиях повторить повторить одно и то же несколько раз все равно будет разница это зависит от кучи причин мне останется сегодня вечером и завтра утром разлить молоко разливаю я его по двухлитровой бутылке но потому что народу почему-то нравится не двухлитровая мне даже удобнее разливать такими специальных ковшик я его покупала в общем я вспомнила как раньше при социализме торговали молоком каким ковшиком наливали я его специально искала целенаправленно в общем в одном из магазинов мне со склада принесли вот он он у меня лежал во фляге из простокваши сейчас помоем в нем точно ли это очень удобно так раз черпанул и налил два литра в бутылку и получается нормально бутылка кстати получается неполная друзья вообще вот таким образом обстоят дела так это в морозилку все под крышки это в холодильник на этом видео будем считать завершенным но молоко я уже не покажу хотя у меня в морозилке уже лежит утренняя партия молока которую мне заказали как бы вдогонку в общем что я хочу сказать молоко у меня сейчас расходится все слава богу спасибо тем кто меня смотрит вот они заказывают все оно у меня расходится можно сказать что так другое дело во сколько оно мне обходится как бы не слишком дорого если вычти вот эти все нахладные расходы ну и так далее но тем не менее тем не менее я довольна я для клиентов стараюсь но на это все пока как оно у меня появляется как я даю в своем деревенском сарае я вам оставлю ссылочку под видео прям буквально вчера делала видео про дойку да и завтра когда мы поедем по клиентам что меня ждет уже на складе транспортной компании доильный аппарат завтра будем получать молочную ферму будем делать обзорчик ну и посмотрим насколько удобно им доить коров и все пока пока пока